Очень важной составной частью операционной системы являются приложения, которые работают без взаимодействия с пользователем и выполняют разные необходимые для операционной системы сервисные функции. Эти приложения называются службами или демонами в Unix, сервисами. Посмотрим как они работают, как ими управлять. Итак, вспомним как у нас загружается операционная система. В начале у нас срабатывает досистемный загрузчик. Это загрузчик, который находится в железе, грубо говоря. Нас в данном случае больше всего интересует архитектура x86, но в других случаях работает все точно так же. Итак, у нас есть загрузчик BIOS и загрузчик UEFI. В загрузчике BIOS, как вы помните, загрузка производится очень просто. При включении компьютера проверяется нулевой блок, нулевой сектор диска. Там у нас должен находиться, это МБР, так называемая, Master Boot Record. Там должен находиться загрузчик и там же находится, как вы помните, описание разбиения диска на партиции. Итак, у нас там находится загрузчик. Загрузчиков у нас может быть два или Chain Loaded или какой-то специальный загрузчик. Chain Loaded это загрузчик, который грузится по цепочке. Загрузчик по цепочке, это когда у нас в загрузочной записи нули. Компьютер понимает, что выделено загрузчика нет. Мы переходим на следующий сектор и загружаем то, что находится в нем. Если у нас там есть некая запись, это запись адреса загрузчика. Мы переходим по этому адресу, инициализируем загрузчик и загрузчик загружает каким-то образом все остальное. Собственно, вот это вот и является загрузчиком первого уровня, но этого загрузчика мало вот и где-то должен находиться загрузчик большой. Тут ситуация следующая может быть. Загрузчик раньше, вот скажем, в Unix был загрузчик групп, который вызывался из Masterwood Record, но поскольку могло быть в вызов не охватывал весь размер диска, то ставился промежуточный загрузчик, который находился в первых двух гигабайтах диска, и потом после этого он вызывал загрузчик следующего уровня. Ну и вот, собственно, вот все это вот считается загрузчиком второго уровня, который считывает ядро и запускает его в память. Впрочем, в Windows тоже есть загрузчик второго уровня, хотя он и загружается chainloaded, то есть привязан к началу первого сектора диска, но при этом он знает где находится ядро Windows и запускает Windows. Такое же было и в Windows и так далее. И после того, как передается управление ядро, загружается ядро, может загружаться RAM диск, то есть необходимые утилиты, которые находятся в юзерспейсе, но которые должны быть доступны ядро до того, как будет смонтирован сам жесткий диск. Потом этот RAM диск, естественно, уничтожается, он не нужен. Он нужен только для загрузки. После того, как ядро загрузилось, здесь подцепило партиции, передается управление процессу init. Это первый процесс, он порождает, форкает все остальные процессы операционной системы, запускает всю операционную систему со всеми остальными процессами. И вот форматов этого загрузчика init есть несколько. Ну классический загрузчик загрузчик это System5. Ну и в мире BSD загрузчик BSD загрузчик. Принципиального разницы нету. И вот у нас вот такая картинка, которая, собственно, показывает, как у нас работает загрузчик. То есть вот большой кусок, пока ядро не загружено. А как только ядро загружено, запускается процесс init, который запускает необходимые службы и необходимые программы. Идентификатор этого процесса один. Этот процесс живет всегда. Если гибнет этот процесс, то гибнет и система. Он управляет всеми остальными процессами. И поскольку по форку идет у нас порождение новых процессов, он является родительским фактически для всех остальных процессов системы. Такой прародители. Вот примерно такая иерархия процессов. Ну очевидно, да? У нас init порождает несколько конкретных процессов, которые в свою очередь порождают еще и другие процессы. Значит, тут мы рассматриваем init.system.5 Какая информация заложена в этом файле. Этот файл, конфигурационный файл программы init.system.5 В ней описана следующая информация. Дефолтный run-level. Дело в том, что System.5 работает по run-level, то есть по уровням загрузки. Значит, что у нас запускается для инициализации системы. Уровни от 0 до 6. Level 0, Level 6. Каждый имеет свою семантику. И какие программы запускаются для перехода на этот уровень. Запуск терминалов. Ну, обычно, значит, у нас 7 терминалов. Вторые цифры это уровни, на которых они запускаются. Опция respawn. Это значит, что если терминал умрет, то init его перезагрузит. И, собственно, вот терминал agiti. И вешаются они на виртуальные терминалы Linux. Ну, и вот, например, тут дополнительные опции. Например, Ctrl-Aldel, как срабатывает. Как вы помните, в DOST и в других старых операционных системах Ctrl-Aldel у нас перегружал машину. Windows запускает диспетчер задач. А тут настраивается. Он запускает команду. В данном случае shutdown-r. Minus-r это reboot. И now это значит применить команду сразу. Тут можно задать плюс время или конкретное фиксировано время, когда должна сработать эта команда. Или минус h сделать, то есть минус halt, выключить машину. Ну, и все что угодно сюда можно поставить. Итак, мы говорили про System5 системы. Раньше было исторически два типа загрузки. BSD и System5. В System5 уровни загрузки вводятся. Ну, основная идеология следующая, наверное. В System5 все сделано так, чтобы можно было сконфигурить систему поставщиком. И когда администратор устанавливает систему, она уже идет сконфигуренная. А в BSD больше вольности отдается администратору. И он при установке может добавлять что-то в загрузку, убавлять. И для него просто такие большие файлы, в которых просто по очереди написано, что загружать, а что не загружать. Другая немного идеология. Ну, конечно, все это устаревшие вещи. Немного. Все понимали это. Неудобство определенное. Ну, в мире BSD вообще нет проблем. У них все очень хорошо. А в мире System5 говорили, что трудно задать порядок загрузки при настройке дистрибутива. Потому что там, может быть, разные программы, которые загружаются одна за другой. Невозможно загружать параллельно. Такой бзик был, что нужно загружать параллельно, чтобы загрузка была мгновенна. И так далее. Ну и поэтому у нас пошла смешанная схема загрузки. Дебиан, Генту, Убунту, Макос, опять же, десятые. Там разные смешанные системы загрузки. Ну, а потом все это спокойно воспринимали. Зоопарк огромный. Как управлять им непонятно. Потом вышла вперед SystemD. Ну, как бы 5 это 5. D это 50. В 10 раз лучше системы загрузки. SystemD все унифицировало. Стало пробираться постепенно. Начиная с Red Hat и его клонов. Потом дальше стала пробираться. И вот, когда она стала все завоевывать. Против нее организовали крестовый поход. Все вдруг решили, что старые системы загрузки, даже ненавистные всем и утомившись всех, SystemD лучше, чем SystemD. Ну, вот такая вот. Свободолюбивость такая пошла. Ну, и вот, в принципе, SystemD по большей части победил. И захватил все. Но в данном фрагменте мы не будем рассматривать SystemD. Итак, в System5 один из основных принципов – это разбиение на уровне инициализации. Каждый уровень имеет свою идеологию. Нулевой уровень – остановка. Многопользовательский режим. Когда у нас один юзер, root для настройки машины, чтобы никто не мешал. Второй уровень – многопользовательский режим. Ну, типа терминалов, подключенных к одной системе. Третий – многопользовательский с сетью. Ну, собственно, вот это основной режим терминальный, на котором работают в Unix из-под терминала. Четвертый, пятый – это с графикой. Ну, при этом, конечно, непонятно, графику на четвертом или на пятом запускать. Разные вендоры использовали разные решения. Кто на четвертом, кто на пятом запускал. И шестой уровень – это reboot. Уровни делались или инклюзивные, или эксклюзивные. Инклюзивные – это добавляли к предыдущему что-то и выбирали что-то. А эксклюзивные – все заново задавали описание. Ну, в принципе, вот этот вопрос в System5 не очень ясный, не очень обозначен. И каждый вендор делал по-своему. BSD-системы. Ну, у нас BSD-то не так много. Тут немного другая идеология. В Linux-е у нас одно ядро. В принципе, примерно одно окружение. И дальше куча вендоров, которые делают свои дистрибуции. Кому что нравится. А в BSD идеология то, что есть одна система, одно ядро и окружение, и один дистрибутив. Их, естественно, получается много меньше. Но, правда, не так давно стали типа форки, дистрибутивы на основе других дистрибутивов делаться. То есть, как в Linux-е, но это пока погода большой не делается. Ну, и тут есть один скрипт большой, как я говорил. Такая простыня такая большая, где все написано. Можно комментировать, чтобы что-то запускать, что-то не запускать. И администратор должен всем этим управлять. Естественно, управлять этим скриптом, добавлять, убавлять записи не так уж легко. Ну, в общем, ну, это другая идеология. Точно такая же идеология была, скажем, в DOS, в MS-DOS микрософтском. Там у нас был автоэкзит баг, где мы запускали что-то и также прописывали большой скрипт, который запускает все остальное. Вот смешанная система загрузки. То, что я говорил, это так волею судеб сложилось так, что у нас недолго они прожили. Но зато эффектно. Их было много. Они каждый предлагали свою систему загрузки. Все это было красиво. Но пришел System-D и все они как-то маргинализировались. Ну, грубо говоря, для того, чтобы удачно поддерживать какой-то продукт, нужно, чтобы у него было много пользователей. Систем-D стал захватывать пользователей и оказалось, что поддерживать какие-то конкретные продукты большого смысла уже нет. Ну, при этом, хочу сказать, что, конечно, остались еще эти системы инициализации, скажем, в GENTU осталась система инициализации своя. Ну, в дополнение к System-D, естественно. Кто хочет такую, использует. Кто хочет такую, то там System-D и OpenRC. В принципе, идеология-то была такая, что надо не жесткие зависимости делать, как в System-5. Там зависимости жесткие. Один раз установили и все. Нужно генерить граф зависимостей при загрузке. Быстро прочитываем, генерим граф зависимостей. Или он генерится сам по себе. То есть, у нас скрипты запускают сокеты, например, или еще какие-то программы, которые порождают другие программы. Скажем, вы запустили параллельно кучу программ, скриптов, но если предыдущая программа не запустила сокет, то последующие просто не могут запуститься. Они ожидают открытия этого сокета, например. Ну, вот такая синхронизация. Тут тонкости, не принципиальные тонкости. То есть, или мы явно граф строим, либо граф строится сам по себе зависимостей, но идеологически он не статический, а динамический граф зависимостей. Какие же системные службы нам нужны? Какие в Unix важные системные службы? Значит, в SystemFive я хочу заметить, что удобство статического разбиения на отдельные службы, в отличие от BSD, в том, что мы можем и управлять это отдельной службой стандартными средствами. Ну, как в BSD. В BSD что-то запущено, вы хотите перезапустить эту службу. Вы находите с помощью PS и grep ID, PID этой службы. Потом посылаете сигнал и таким образом перезагружаете. Ну, небольшое, но напряжение ума. В SystemFive у нас есть скрипты запуска служб. Каждый скрипт имеет набор под команд. Ну, скажем, старт, стоп, рестарт, релоад, перезагрузить, перечитать, скажем, конфиги. И мы, задавая вот эту опцию, совершаем что-то с этим процессом. Ну, в SystemD точно такая же идеология. Также мы передаем, как бы, вот эту команду скрипту. У нас статическая конфигурация базировалась на том, в SystemFive, что у нас приписывалось два номера. Ну, скажем, номер запуска старта и номер уничтожения. То есть, остановки службы. Ну, например, в Red Hat они, как бы, должны сумму 100 давать, чтобы уравновешивать. То есть, чем раньше запускается, тем позже останавливается служба. Ну, все логично. В скрипте было прописано эти два значения. И когда вы с помощью команды добавляете службу в запуск, ну, там генерится на нее символьная ссылка, то эта команда считывает эти значения из файла скрипта. И задает вот ссылки вот такого типа. То есть, в RCD как там все навалено. WinitD просто скрипты лежат. RC0 это значит нулевой уровень. 1, 2, 3, 6 и так далее. И дальше на K kill, на S start. И вот это ссылочки для запуска и остановки службы. Работали остановка, если у нас на этом уровне нужна остановка. В общем, все просто, но конфигурить то не очень удобно. Вот в чем проблема была. Служба CRON это очень важная служба. Она запускает какие-то задания через промежутки времени определенные. или, скажем, каждый час, каждый день, неделю, месяц. Ну, вот очень удобная вещь для повторяющихся задач, а таких задач сколько угодно. Syslog это общее название службы журнала. Реализации CRON много реализаций, Syslog много реализаций. Логирование это очень важная составляющая работы операционной системы. Network это запуск сети. Ну, также общее название. Оно плюс-минус называться может по-разному в разных дистрибутивах. IP tables это, собственно, фильтр пакетов. Межсетевой экран уровня межсетевого и транспортного. Ну, куча всяких служб, которые нужны. SSHD это для доступа по SSH. FTPD по доступу по FTP. Sendmail это почтовый демон. Ну, почта эта в Unix это очень важная структурная единица. Программы посылают друг другу и администратору сообщения по почте, не друг другу, администратору сообщения по почте и всем остальным. Очень важная. InitD, XinyD это супер сервер сетевой. Идеология такая. Если нам не нужно, чтобы постоянно работали какие-то службы, например, FTP, TFTP, то они не запускаются. А в InitD или XinyD, XinyD это как бы Extended InitD, прописываются какие порты они должны слушать. И если запрос на этот порт приходит, то запускается служба, привязанная к этому порту. Очень удобно. Инициализация время, конечно, увеличивается. Но если мы и так редко очень пользуемся какими-то службами, то получается экономия ресурсов. Ну, вот это вот всякие службы специфические достаточно. Загрузка модулей, проверка рутовой партиции, что она готова. Значит, локальные какие-то службы, которые уже администраторы локальные подписывают, что нам нужно запустить еще нестандартные вещи какие-то. Крон. Давайте мы чуть подробнее о нем расскажем. Очень важная служба. Пользуются не только администраторы, но и пользователи обычные. В общем, все очень просто. Генерится crontab, где прописаны, когда должна выполняться какая команда. И все. Структура записи, ну вот примерно такая. Тут у нас прописываются время, минуты, часы, дни, недели, месяцы. Все, все как положено. Ну, в общем, скажем, первая строчка ежечасно должен запускаться в ноль минут каждого часа. А ежедневно должен запускаться в 3 часа одну минуту каждый день. Недельный запуск в 4 часа 15 минут каждый шестой день недели. Шестой день недели это у нас... А какой же у нас шестой день недели? От нуля, если считать, да? Тогда получается, что это суббота. У них же первый день воскресенья. Ну, и одновременно ежемесячная в 5 часов 30 минут первого числа каждого месяца. Ну, и так далее. Вот это стандартные какие-то кроновые вещи. Вы, естественно, можете добавлять свои какие-то элементы. В общем, все достаточно прозрачно. Сетевые службы, как мы говорили, SSH это для того, чтобы подсоединиться по SSH к машине. Очень важная служба, если внешне нужно управлять компьютером. Sendmail это первый у нас почтовый демон. Он и сейчас живет, но... В общем, не только пользователи деградируют, администраторы тоже деградируют. Если раньше настройка Sendmail была вполне обычной вещью, сейчас настроить Sendmail администратору крайне сложно. Поэтому для него придумывают более простые всякие демоны. Ну, например, Exim, Postfix. Postfix идет в стандартной поставке, например, RedHat и его клонов, там, CentOS, Oracle, Linux и так далее. В других вариантах, в других дистрибутивах Linux могут идти еще проще демоны. Ну, а он все равно скрывается под именем Sendmail, то есть название Sendmail жестко прошито во многие программы, Поэтому любой такой демон все равно имеет как одно из названий на диске или ссылку Sendmail. Затем, например, XenetD мы уже сказали, что это такое. По приходу запроса у нас в конфиге прописано, что запускается вот на такой порт запускается такая программка, такой демон. Вот он запускается, поработал, потом, когда нету потребности в нем, убивают. Экономия ресурсов. NFS – это служба сетевая, саном разработана. Хорошая сетевая служба, неплохая, поддерживает всякие возможности. В принципе, SMB – служба, которая у Windows тоже неплохая, скажем так. Ну и там разные-разные… Куча демонов обслуживает это NFS. Ну, вот, например, DemonPortMap – это привязка к NFS. Ну, главный вот NFS. До сих пор хорошо работает третий NFS. Четвертый NFS работает и по UDP, и по TCP. Третья по UDP. И в четвертой там куча новых фишек есть, но можно их и не использовать. Ну, например, в третий NFS у нас идентификация идет по хосту, а в четвертой NFS идентификация может идти по Kerberus, например. Очень удобно. NTPD – это служба времени. У нас очень много вещей могут быть привязаны к времени. Ну, например, Kerberus. Kerberus генерит свой билет по времени локальным. Время должно быть синхронизировано, плюс-минус там минута-две на всех машинах, на которых работает Kerberus. Samba – это эмуляция виндовой файловой системы сетевой. Coups – это сервер печати. Этих серверов печати такое большое количество. И Coups удобный был, хороший, но победил он, собственно, потому что его Apple купил и стал вкладывать деньги. Ну, и все остальные все умерли. Остался Coups. Bind – это DNS сервер. Bind – это один из ранних DNS серверов, старый. Развивается, в принципе. Но есть уже куча новых, которые его заменяют. Но он не теряет сил и имеет большую аудиторию. Журналирование и мониторинг – важнейшая часть любой операционной системы. Syslog у нас пишет в набор файлов. Там для него написано в конфиге, какие файлы писать. Причем он может писать как на локальном хосте, так и, что лучше при сети, на удаленной Syslog-хост. Значит, и в конфиге прописывается на основании приоритета сообщения и типа программы, куда он должен писать. Ну, есть определенный формат этого журнала. Но при этом нужно сказать, что часть программ работают в обход Syslog. Сами пишут свои журналы. Скажем, HttpDemon Apache пишет свой журнал. Он имеет некий другой формат, который нужно отдельно рассматривать. Ну и в Systemd тоже свой журнал D есть, который также работает. Он пишет, правда, в бинарном формате свой журнал. Его, чтобы... Ну, естественно, можно читать, преобразовывая в текст, и есть парсер его. Ну, вот примерно вот так у Syslog такая конфигурация. То есть, например, мы то, что относится к ядру, на консоль выводим. Для всех остальных типов сообщений информационные сообщения в Message выводим. для аутентификации все уровни в Secure. Mail все уровни в Mail.Log. Cron в Cron. Ну, чтобы удобней. Это для чего? Для того, чтобы без парсера мы могли быстро посмотреть, что где происходит. В принципе, если мы кидаем все на другой хост, то кидаем все в одно место, а пользуемся специальными парсерами, которые удобно раскладывают все эти... всю эту информацию по разным блокнотикам, чтобы удобней смотреть было. Ну, а тут сразу раскидываются, чтобы администратору было удобно быстро посмотреть. Ну, и вот они, системные журналы основные. Ну, опять же, нужно сказать, что раньше они все присутствовали, а сейчас идет такое направление, уменьшать количество журналов, все скидывать в один файл. Ну, а журнал D вообще только в один файл все и скидывает. Значит, безопасности журнал и аутентификации. Журнал системной службы демона. DMSC – это журнал, в котором сообщения ядра какие-то находятся. Можно загрузку посмотреть. Mail или Mail.log – это, естественно, почтовые разные. Если у вас почтовый сервер, для вас это очень важно. Если обычный компьютер, для вас это обычно не очень важно. Messages – это название все, что… Большого такого файла, куда все остальное сыпется. Ну, Messages – это у нас в мире Red Hat, а в Debian там Last Lock называется он. XferLock – это FTP для передачи файлов. Ну, и в подкаталогах у нас генерятся специальные для нестандартных форматов логи. Естественно, они, журналы имеются в виду, занимают место на диске. Ну, если вы кладете на удаленную машину – это вы знаете, как решать эту проблему. Если на локальную машину – они растут. Что мы с ними делаем? Мы с ними делаем следующее. Мы их ротируем, то есть, скажем, через определенное время или через определенный объем начинаем писать в новый файл, старый упаковываем и храним, скажем, 4 копии старых журналов. Ну, чтобы автоматом освобождать место на диске, но хранить за определенное время журналы. Вдруг понадобится. Если у вас серверы, набор серверов, то все-таки лучше хранить за неопределенное время, за большое время журналы. Вдруг понадобится на отдельном журнальном хосте. И у нас мы можем задать ротацию журналов, как часто они меняются, сжимаем их, сколько храним и так далее. В общем, просто дополнительная служба для того, чтобы управлять. Тут идеология такая в Unix, чтобы компьютер сам решал все мелкие проблемы, а администратор до микроменеджмента не опускался. Вопросы сам должен решить компьютер, а мы не должны лезть. Ну, естественно, мы должны заботиться о пользователях, которые подключаются. Ну, когда у нас были большие машины, все с терминалов подключались, это вообще важно было. Ну, а сейчас у нас подключается и удаленно, на сервера могут... А вообще, конечно, если это у нас компьютеры в дисплейных классах, то вопрос как-то не так актуальный. Мы можем централизованно через Kerberus управлять и LDAP этим. Но все равно мониторинг пользователей нужен. Вот у нас файл VTMP для хранения всех сеансов. В LastLog у нас хранится и команда такая LastLog есть. Хранится кто когда входил последний раз, сколько. И файл VTMP — это неудачные попытки. Мы можем все это использовать для, скажем, борьбы с DOS-атаками, борьбы со взломом сервера. Когда мы логи просматриваем и на основе того, что, скажем, кто-то постоянно пытается залогиниться на сервер и не получается, мы видим, что это нехороший человек, он пытается взломать. И после нескольких попыток мы его блокируем на некоторое время. Скажем, через пять попыток на час блокируем его. Вот такая защита. Ну и таким образом мы рассмотрели, как загрузка компьютера проходит. Что у нас загрузка окружения проводится с помощью команды процесса init. Init у нас разный в зависимости от систем. У нас есть иниты для BSD, для System5. Как бы революционные иниты, которые пошли после недовольства System5. И init Systemd, который все это немного придавил. Есть много служб, которые запускаются. Службы очень полезные, очень важные. Мы в части рассмотрели CRON службу, службу системного журнала. Ну и работа со многими службами стандартизована. Стандартный формат CRON, стандартный формат системного журнала. И важное значение имеет проактивное управление компьютером, чтобы не допускать микроменеджмента. Но в части вот мы настраиваем ротирование системных журналов. Вот дополнительные материалы, которые можно рекомендовать. И вопросы для самоконтроля, которые опять же можно вам рекомендовать. Продолжение следует...